Здравствуйте! Добрый день! Представляетесь. Кто вы? Не стесняйтесь, говорите. Магазин «Артландия», директор Ирина Володимировна. Очень хорошо, вы? Балиева Айнабата, директор Туркменского культурного центра и студентка. Что вас сюда принесло? Любовь к Украине. Любовь к Украине, ого. И что вы хотите здесь? Михаил Львович мне позвонил, я подъехал. Мы хотим участвовать в таком фестивале. Для нас это впервые. Очень интересно будет, познавательно для нас. Понятно. Вы кого-то конкретно представляете? Мы представляем Туркмен, который учится в Полтаве, Туркменскую культуру. А, вот так, да? Спасибо большое. Видите, как мы можем помогать, потому что Полтаву мы тут учимся, это считается как наш второй дом. Ага, вот так уже, да? Ну а для нас Полтава – это первый родной дом. Мы хотим, кроме того, чтобы принять участие в приборстве территории, хотим ознайомиться и с особенностями, и с рослинами дендропарка. И, конечно, отдыхать. Запрошиваем всех полтавцев на этот заход, который будет в субботу организоваться. То есть вы пришли сюда по зову сердца, я правильно понимаю? Спасибо большое. Спасибо вам. Что это за русский лес? Нет. Просто берем и мусор у нас. Что значит убирать? Что такое мусор? Мусор это бытовой, берете пакеты для мусора и рукавички. И вот это вот бутылки пластиковые, пакеты, то что… То есть листики нет? Только просто то, что люди… Нет. То, что мешает нам. Она будет квестивочкой. Амурский абрикос. Вот это вот у нас вербовая рощица. Так. А там дальше, дальше мы спустимся вниз к ручьям. Вот, собственно говоря, вот это ваше… Тот который пух без семочек, вот он счищается и замачивается в нем шашлыбки. Он кисленький. Хотя у меня тут барбариса, сейчас можно и без этого. Угу. Вот этот? Кисленький, да? Не пробуйте. А воно не колючее? Воно у меня и поколи. Угу. Косточки не есть. А… Ветет крупные цветы, крупные… Ветет крупные цветы, крупные цветы, крупные цветы. А вообще с ним и приливают. Вот это обувь яблок. А вот это называется керебристый лох. Это как разновидность маслиновых. Угу. У него такие серо-зеленые листья. А вот это у него такие разрезные, интересные острые листья. И осенью у него они желто-оранжевый яркий. Белый тополь, да? Береза. Потом пошли фоном дубы, пошли фоном клены. Справа у нас идет рощица, уксусное дерево. И слева как вход туда. И справа у нас идет зеленый хвойный участок. Вот опять. Разные цвета. Чем ландшафтный парк характерен? Сажаются растения в три яруса. Первая категория деревьев, второй и третий. Самые низкие, потом выше, еще выше. Вы видите как бы каскадами. Разные цвета, разные деревья. Поворачиваемся вправо. Смотрите опять. Вот у нас идет зелень участка. И посаджены березы белыми такими пятнышками. Вот. А дальше идет выше фоном. Там идут у нас липы, тополя, дубы. И вот. Когда меня дендролог учила. Да. Вы же художники все. В чем фокус? Она говорит. Михаил Львович. Вы должны не смотреть на отдельное дерево. Мыслить стратегически. Вот мы выходим сюда на поля. Надо взять вот так. Посадить ковер из желтых цветов. Вот он у нас. Когда земляника будет свести. Будет такой белый ковер. Вот начинают свисти лютики. Желтый ковер. Теперь я хожу, думаю. Договорился с Игорем Порневым. Знаете вы меня. Чтобы он мне дал васильки. Я так где-то синее. А если я достану. Желтый синее. Треба. Если я достану маки. Будет красное пятно. Тут нету слова треба или не треба. Вот как хочется. Так и. И вот это все как бы зеленый ковер. Вот такими пятнами. Вот должны те, кто в парк приходят. Уметь вот это видеть. Да. Треба.